Международная академическая школа Одесса приняла первый городской чемпионат по плаванию среди детей. Организация турнира взяла на себя Международная школа спорта, функционирующая на базе учреждения. Свою подготовку продемонстрировали более 200 участников в возрасте от 3 до 7 лет. Для кого-то это были первые серьезные старты. Кто-то во время заплывов показал свое лучшее время. Юных спортсменов приветствовал президент Международной академической школы Одесса Сергей Кивалов. Почетный гражданин нашего города и области уверен, на этих соревнованиях мы увидели будущих чемпионов международных турниров и Олимпийских игр. Подробнее о событии и царившей атмосфере в материале наших корреспондентов. Бассейн Международной академической школы Одесса принял первые серьезные старты. Чемпионат среди городских спортивных школ и фитнес-клубов собрал более двух сотен юных пловцов. Турнир, организованный Международной школой спорта, проходил при поддержке почетного гражданина города Одесса и Одесской области Сергея Кивалова. Основатель школы будущего подчеркнул важность этой спортивной дисциплины именно для детей. К тому же в морском городе никак нельзя без этого жизненного навыка. Владимир Зеленский в своей программе определил, что в каждой школе должен быть бассейн. А мы построили два бассейна. Вот бассейн, который отвечает всем олимпийским требованиям. И бассейн самый маленький, который для детей, начиная с года и заканчивая там пятилетнего возраста. К началу соревнований предшествовал парад участников. Для многих это первые старты в карьере. Но волнения не чувствуются на воде. Трехлетние мальчишки и девчонки держатся более чем уверенно. Но перед заплывами мастер-класс от представительниц Одесской школы синхронного плавания. Почти 50 заплывов, разнообразие дисциплин на спине, брасом, кролем. В этот день в бассейне Международной академической школы Одесса царила особая атмосфера. На трибунах практически ни одного свободного места. Родители, бабушки, тренеры, кажется, вместе с участниками чемпионата проплывают 25 метров. Давай, 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 руками, 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 давай, 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 сильнее, риби руками, руками. Дочка участвует, эмоции переполняют, даже такие слезы на глазах наворачиваются, конечно, бесподобно. Детки маленькие, вообще переживаю, как будто вот я уже в этом возрасте. Давно ребенок занимается? Полтора годика, так вот, непрофессионально, но все равно очень приятно, победила, что у нее первое место. Главные болельщики довольны не только успехами своих детей, но и условиями, в которых проходил чемпионат. Просторный, комфортный, светлый бассейн, уютные раздевалки и душевые. Что еще нужно для демонстрации достойных результатов? Спорт – это жизнь, спорт – это здоровье. И я горжусь то, что мы сегодня смогли построить в нашем городе такой объект, социальный объект, который востребован сегодня объектом. И мы верим и в наш город, мы верим и в нашу страну, потому что не строили бы такие социальные проекты, не сдавали такие объекты для того, чтобы они, ну, служили в первую очередь детям. Я первый раз в этом заведении, между прочим, могу поздравить вот всех, кто принимал участие, вот в создании всего этого. Прекрасные условия, потрясающий бассейн. Сегодня вот такие вот соревнования. Я горжусь, второе место мы заняли, так сказать, да, по итогам двух заплывов. Можете передать Сергею Васильевичу от меня личный восторг всего того, что я сегодня увидел. Замечательные, все прекрасно организовано, хорошее соревнование. Дети давно занимаются плаванием? Полтора года. В этом бассейне занимаются? Да, они занимаются в этом бассейне с октября месяца 2020-го. Честный бассейн, большой, светлый и прекрасные тренера в бассейне. Такими же полностью погруженными в процесс были и тренеры. Ни раз и ни два они пробегали ту дистанцию, в которую их подопечные проплывали. На старте – напутственные слова. На финише – поздравления, независимо от занятого места. Мы боролись. Максимальная поддержка – это самое лучшее, что может быть на соревнованиях. Некоторым надо больше тренироваться, чтобы показывать лучшие результаты. Но знаем, на чем работать. Все ошибки видели, озвученные, поэтому будут детки работать. Больше тренировок. Я мама двух детей, мне немного проще. Здесь надо быть и психологом, и другом, и чтобы он доверял воде, и в первую очередь тренеру. Жудесная атмосфера, первые соревнования в нашей школе. Дети волновались, мы переживали. Все прошло очень эмоционально, очень здорово, очень ярко. Дети довольны, ждем награждения. Уверена, не последние наши соревнования. Есть к чему стремиться. Очень довольны остались. У нас проходил первый летний чемпионат открытой по плаванию. Мы были рады принять из себя спортивные школы города и фитнес-клубов. Очень удачно спортсмены показали себя, показали очень хорошие результаты. Мы благодарны Сергею Васильевичу Гивалову. Под его патронатом прошли эти соревнования. У нас замечательный бассейн, все это отметили. Очень хорошая вода, необычайная. Она действительно из артезианской спажины. Мы очень довольны нашим бассейном, нашими условиями, системой очистки самой современной и температурными режимами. Ни один участник чемпионата не остался без диплома и медали. Также все получили сладкие подарки. А главное, положительные эмоции на долгое время. У нас сегодня настоящий праздник для нас. В первую очередь именно для нас, потому что это первое наше соревнование. Подобного опыта у нас еще не было. 6 месяцев с открытия нам сначала не позволяли карантин и проводить подобные мероприятия. Но сегодня у нас происходит грандиозный чемпионат городского масштаба. Для многих участников турнира этот бассейн уже стал домашним. Это ученики Международной академической школы Одесса, для которых плавание не факультатив, а обязательный элемент школьной программы. У нас в четверг простые тренировки и три раза в неделю такие, ну, индивидуальные. То, что я уже закончил первый бакласс, перехожу уже во второй. А моя сестра вообще уже в третьей. Занимаемся три раза в неделю. У нас стоят тренировки, у нас хороший тренер. Было очень круто и весело. Кроль на спине, брас и кроль обычный. Тебе понравился бассейн, расскажи. Да. Кто за тебя болел сегодня? Родители и мой друг. Какая у тебя есть мечта в плавании? Что ты хочешь выиграть? Я хочу стать спортсменом. Выиграть, может быть, Олимпиаду, в будущем чемпионат мира? Да. Есть такая мечта. Напомним, уже не первый год региональная власть унашивает проект создания нового современного дворца спорта. Как известно, объект должны разместить недалеко от аэропорта. Наличие бассейна в новом спорткомплексе пойдет на пользу всем горожанам. Уверен почетный гражданин города Одессы и Одесской области. Дворец спорта, который сегодня ведется разработка проектной документации и области город, они со временем построят дворец спорта. Во дворце спорта будет современный хороший бассейн. Дай бог, чем больше бассейнов будет в нашем городе, тем лучше. Сегодня спортивная инфраструктура международной академической школы Одессы без преувеличения образцовая. Два бассейна для детей различных возрастных категорий, универсальный игровой зал, который находится внутри самого учреждения, а совсем скоро уже распахнет свои двери для спортсменов крытый комплекс на свежем воздухе. Школа может принимать детские спартакиады практически по всем летним видам спорта. Гости школы будущего после посещения комплекса остались под впечатлением от увиденного. Потрясающе по размаху, потрясающе по задумке, по наполнению, по новым технологиям, по идее. И я понимаю, что здесь вложено не только громадное количество денег, но и огромная душа и сердце всех создателей, кто это делал. Поэтому, слушайте, ну здорово, это современный мир, современные дети. Мы же как бы в будущее с вами идем, в европейское большое будущее. Мне кажется, что вот отсюда прекрасно делать старт европейского будущего. Ну мы сейчас говорили, что у Сергея Васильевича идет такая хронология событий. Значит, университет, или да, академия, университет, школа. И я взял с него слово, что он поразмышляет над созданием детского садика, замкнет весь этот цикл. И тогда, я думаю, что Сергей Васильевич уже окончательно... Знаете, как это сказать? Так, вот огромный вклад в образование не только Одессы, но и Украины, я думаю, Сергей Васильевич уже может себе в биографию внести. С детским садиком и яслями разберемся. И цикл замкнется. Начало спортивному лету в Международной академической школе Одесса положено. Впереди насыщенная соревнованиями и чемпионатами жизнь. Спортивно-образовательный комплекс показал, что может принимать события самого высокого уровня.